Весной 1929 года, уже почти 100 лет прошло с того времени, в Нью-Йорке проходил ежегодный традиционный пасхальный парад. Но весной 1929 года этот парад был не совсем обычный, потому что среди марширующих была группа хорошо одетых женщин, которые шли и курили. Сейчас, возможно, это не вызвало бы никакого интереса. Ну, шли женщины и курили. Но это 1929 год. В то время курили в основном только мужчины. Женщины практически не курили. Уж тем более они не курили в публичных местах. Может быть, там кто курил, он мог покуривать дома тихонько, но публично нет. Ты же не какая-то гулящая женщина. Ты же не какая-то там что-то снизу. Ты благородная леди. Как ты можешь курить? Вот какие были понятия в то время. И вдруг на пасхальном шествии идут эти женщины с сигаретами и курят одну за одной. Одну за одной. Это оказались разные женщины. Многие из них были борцами за права женщин, за равноправие, феминистские. И там звучали такие лозунги. Я вот вам просто процитирую. Вот что на этом шествии звучало из их уст. Женщины, зажгите еще один факел свободы. Разрушьте еще одно сексуальное табу. Как бы ничего, что только мужчины курят. Да коли, и мы тоже равно имеем права, и мы тоже можем свободно на публике курить. На самом деле, все это мероприятие организовали не феминистки, не борцы за права женщин. И даже вообще не женщины. За всем этим стоял человек, которого звали Эдвард Бернейс. Эдвард Бернейс был племянником знаменитого психолога Зигмунда Фрейда. Бернейс сам был психологом и журналистом. И он всеми силами продвигал разные товары. Но его цель была продвигать товар так, чтобы люди сами захотели купить. То есть не на основе характеристик самого товара, а чтобы у людей желание возникло, у самих возникло желание приобрести. И вот он связался с американской табачной компанией. И американская табачная компания попросила его продвигать их продукцию. Бернейс разными путями продвигал эту табачную продукцию. Например, он разным врачам написал просьбу, чтобы они прокомментировали, как сладкое влияет на здоровье. Врачи написали, что сладости влияют плохо на здоровье, что от сладостей там много проблем. И вот вышли тогда рекламы сигарет, которые Бернейс сделал, что курите сигареты, а не кушайте сладости. Но на самом деле кушать много сладостей это вредно. Но при чем здесь сигареты? Однако вот так все сделано. Хочешь быть стройной, кури сигареты. Ну тогда это были Lucky Strike, да? Кури сигареты. Он продвигал, что сигареты это символ худобы. Вот пытался всями силами среди женщин. И тут он поймал вот этот сам лозунг «факел свободы». И у него тогда родилась идея. Во время ежегодного традиционного пасхального парада, этого марша в Нью-Йорке, сделать вот такой факел свободы. И эти шли женщины, они курили эти сигареты. И говорили, что зажигая сигарету, каждый из нас зажигает еще один факел. «Факел свободы, долой рабство женщин, долой угнетение, мы будем курить, мы такие же имеем равные права, у нас в руках факелы свободы». Такое чувство, что апостол Петр за две тысячи лет многие вещи предвидел и написал, что они, говорит, делают пустые слова, уловляя тех, кто недавно еще отстал от лыжи, обещая им свободу, сами будучи рабами тления. Потому что в действительности, обещая свободу, им как бы предлагалось сделаться рабами пагубной привычки. Привычки, которая прямо разрушает здоровье. Но вот сам такой образ вот этого, да, вот. Кто сегодня там знает о том, что, например, вот, когда реклама была сигарет Мальбора, там, знаменитый ковбой, да, что четыре актера, которые играли этого одинокого, мужественного ковбоя Мальбора, умерли от рака легких. Четыре. Ну, кто об этом помнит, кто об этом знает. А вот сам образ сигарет и одинокого ковбоя, или сигареты свободной, современной женщины, которая выше там всяких каких-то предрассудков, она зажгла еще один факел свободы и сейчас выкурит его, да. Стоит ли говорить, что после этого продажи сигарет стали расти? Потому что, ну, раньше только на мужчин ориентировались, табачные фирмы, а теперь и на женщин стали ориентироваться. Стали расти сигареты, продажи сигарет стали расти, табачная компания получила новые прибыли, да. Это и было настоящей целью данной акции. Просто повысить продажи сигарет. И Бернейса нанимала не только американская табачная компания, его нанимали и Проктор, и Гэмбл, и Дженерал Электрик, и МБС нанимали его. То есть много-много-много-много-много разных других компаний, потому что он буквально делал переворот в рекламном бизнесе. Он называл себя пропагандистом пропаганды. Он представлял так, как еще никто не делал до него. Интересно, что одним из его клиентов была American Fruit Company, то есть это американская фруктовая компания, которая называлась эта компания United Fruit Company. Вот, United Fruit Company. У нее такая эмблема, ведь United Fruit Company. Сейчас эта компания до сих пор существует, она просто называется теперь по-другому. Ее сейчас называют Chiquita Brands International. Я думаю, вы все видели вот эту Chiquita на бананах, вот эта синенькая эмблема их, их эта новая. Так вот, в свое время, вот эта United Fruit Company также наняла Бернейса, и Бернейс должен был повысить продажу бананов в Америке. Вот, и он опять действовал там, когда у знаменитостей случайно в руках вдруг появлялись бананы, которые они кушали там. Какие-то опять врачебные исследования, что там как хорошо бананы влияют на здоровье людей. Но помимо этого Бернейс, он все делал с большим размахом. И он решил как бы создать образ страны, где United Fruit Company закупала бананы. Это страна Гватемала. И в Гватемале в основном и производились те бананы, которые United Fruit Company продавала везде. И отлично жила. И к началу 1950-х годов прибыль этой компании, фруктовой американской компании, в два раза превысила годовой бюджет самой страны Гватемалы. То есть они закупили огромное количество земель в Гватемале. Они владели единственным портом этой страны. То есть они были там большими монополистами. И вдруг в стране, где правил диктатор, и при этом диктаторе, там, где диктатуры, там всегда много коррупции, поэтому эти огромные гиганты, среди которых была United Fruit Company, они жили очень хорошо, вольготно, за деньги решали все свои проблемы. Но вдруг в Гватемале начались демократические процессы. Люди решили, хватит им идти за диктатором, нужно выбирать своих лидеров. Вот диктатор ушел, и начались выборы. В стране начались реформы, началось преобразование в стране. И у западных торговых монополистов начались проблемы. И прежде всего у United Fruit Company, часть земель, поскольку они их не использовали, у них стали изымать, и у них начались сложности. И тогда Эдвард Бернейс решил, опять-таки, действовать могущественно. Он обратился к разным специалистам, которые, во-первых, не очень хорошо относились к преобразованиям в Гватемале, во-вторых, они вообще не очень любили всевозможные реформы, чтобы они написали свою резолюцию о том, что в Гватемале происходит. Сегодня, когда люди изучают ту резолюцию, которую сделали о Гватемале, там ложь, там передергивание фактов, там конкретная неправда написана. Но в то время люди воспринимали это как истину. Он стал это продвигать среди конгрессменов Америки, среди простых граждан. На деньги United Fruit Company он возил в Гватемалу журналистов. Там им полностью оплачивали все туры, все переезды. Лишь бы эти журналисты писали то, что нужно было Бернейсу. И они не писали, что страна под угрозой, в Гватемале большая опасность. В общем, напряжение все возрастало и возрастало, пока они, в конце концов, там службы, ЦРУ и прочие в 1954 году не сделали в Гватемале переворот. И власть ушла от избранных лидеров, вернулась к военным. И там снова началась продавать диктатура. И дела у торговых компаний снова, в частности у United Fruit Company, снова пошли хорошо. Не случайно этого человека считают гением рекламы, таким масштабным рекламщиком, пропагандистом, который, как я сказал, не из характеристик самого товара исходил, а воздействовал на людей так, чтобы им захотелось это покупать. Чтобы им захотелось. И произошел такой подлог. И все в его деятельности построено на подлоге, когда провозглашаются одно красивое, напыщенные слова. Зажги еще один факел свободы. Там еще какие-то громкие лозунги. Но за этим, как у Валаама, стояла лишь жажда наживы. Жажда получить мзду неправедную. И ради этой мзды были разные подтасовки, были разные ложь, обман, фальсификация и прочее, и прочее, и прочее. И вы знаете, когда мы с вами, вот слышим эту историю, в частности, вот эту историю Эдварда Бернейса, мы понимаем, да, какой ящик Пандоры он в свое время открыл, и как вот этот процесс влияния на людей, он сегодня обрел такие огромные масштабы, да, потому что очень многие, не просто рекламщики, политики учились у Бернейса. В частности, как это, может быть, кому-то не покажется удивительным, у еврея Бернейса, его книгу изучал министр пропаганды гитлеровской Германии Йозеф Геббельс, для того, чтобы строить свою антисемитскую кампанию. Интересно, учился у еврея, чтобы строить свою антисемитскую кампанию. То есть его методы брали не только бизнесмены, но и политики брали, чтобы воздействовать на людей. И Бернейс говорил, что нужно воздействовать не на разум людей, не на разум людей, нужно воздействовать на их чувства, нужно воздействовать на их эмоции, потому что это ошибка думать, что люди рациональны, люди часто нерациональны, люди иррациональны. Поэтому давайте в своем продвижении будем воздействовать на их чувства. чувства. И после этого уже огромная плеяда его учеников, некоторые даже, которые, может быть, и не понимали, что они его ученики, но началось это воздействие, воздействие на эмоции людей, воздействие на чувства людей для того, чтобы за всеми этими красивыми, но, как пишет апостол, пустыми словами что-то свое проталкивать, свои какие-то интересы проталкивать.